Сплотиться карпе, то они имеют право дойти до этой зоны. А в остальном всё по-прежнему. Владелица салона Анна Бардышева уверяет. Они соблюдали все меры предосторожности ещё задолго до пандемии. Специфика отрасли. Всегда работать в перчатках, чтобы не передавать бактерии от одного животного другому. Менять маски, чтобы защищать себя от шерсти. Пользоваться рециркулятором для очистки воздуха. Обрабатывать все инструменты. Для ножей, если мы сейчас у Анны возьмём машиночку, после того, как машинка поработала с собакой, та часть, которая прикасалась к кожному покрову, специальная промывка для ножей, которая включает в том числе дезинфекцию, сразу же обрабатывается каждый нож. Тем обиднее было закрыться. Московские грумеры не раз обращались к властям с просьбой разрешить им работать. Ветеринарам же дали зелёный свет. Пытались доказать. Они не столько парикмахера собак. И отвечают не только за их внешний вид, но больше за качество жизни животных. Люди просто устали от своих запущенных собак. Сами они вычесать не могут, отмыть не могут. Особенно это касается пуделя, бешёна. И приходят собак в таком состоянии. Уже давно обрывали телефоны. Когда мы были закрыты, они звонили, просились. Естественно, мы никого не могли брать. И сейчас они приходят, приводят своих питомцев. Где-то возможно спасти, где-то бреемся. Они расстраиваются от этого. Поэтому клиентов сегодня хоть отбавля. И чтобы привести в порядок одного, тратить приходится куда больше времени, чем раньше. По три-четыре часа. К слову, этому салону повезло. Он не закрылся благодаря усилиям своего директора, для которой груминг – дело всей жизни. Всегда существовала финансовая подушка, которая на случай ЧП. И вот сейчас мы её почти полностью израсходовали. Дальше взяли деньги из скопленных на ремонт. За время пандемии Анна потратила на спасение своего дела миллион рублей. Помощь от государства, оказалось, говорит, почти в 10 раз меньше. Вероятно, теперь придётся трудиться сверхурочно и брать больше клиентов, чтобы вернуть потерянное время и деньги.